Сегодня мы будем менять на GX470 передние и задние амортизаторы, а также задние пневмоподушки и передние суппорта. Мы распаковываем с вами новые запчасти. Это задние пневмобаллоны. Смотрите, как они выглядят. Красавчики, да? Великолепно! Видите, все новье фирменное. Почему фирменное? Это передний амортизатор. Вот так он выглядит. Вот так выглядит передний амортизатор. А это выглядит задний амортизатор. Все фирменное. И потому долго шло. Причем не все принимали заказы. Заказ давали, но не все могли выполнить. Отсюда такая долгая поставка произошла. Вынимаем суппорта передние. Видите, какие они? Новенькая, такая массивная деталь. Почему они изменяются? Потому что, когда они изнашиваются, то переборка их толку особо не дает. Машинка заезжает. Родной ростовский регион. Начинаем демонтаж старых запчастей. Это задний амортизатор. Видите, он небольшой. И задний пневмобаллон. Сейчас будем это все снимать. Передний амортизатор. Отсоединили актуатор. Который регулирует жесткость подвески. Вот он сам актуатор. Уже его сняли. И сейчас будет демонтаж. Продужину будем зажимать. Для этого используем специальную стяжку. А это уже переднее правое колесо. Здесь тоже самое. Разобрали актуатор. Сняли. Снизу уже отсоединили. И сейчас будем его менять. Вот так вот это все выглядит. Это уже задний амортизатор. Будем его откручивать. Пневмобаллон. Смотрите, какой большой. А вот эта подушка. Резиновая подушка. Которая бьется. В случае. Кстати, вот там может набиваться грязь. И резина лопается. Вверху была подушка резиновая. А внизу. Куда эта подушка упирается. И когда. Амортизаторы слабеют. И начинает их пробивать на ухабах. То. Эта подушка бьет. В ограничитель. И вы видите. Что он стал чистый. Аж блестит. Это говорит о том, что. Амортизаторы. Увы. Пришли в негодность. Разбираем фишки. Снимаем. Амортизаторы. Пневмобаллоны. Вид был снизу. Вот они. Пневмобаллоны. Вот особенно хорошо видно. Видите. Какая гофрированная резина. Сейчас все это будет сниматься. Разбираться. А вот так выглядит стойка. Она стягивается специальной стяжкой. И разбирается. Важно, чтобы пружина не разошлась. Здесь уже. Стойку сняли. Разобрали. И сейчас будем производить замену на новую. Вот она новая стойка у нас. А вот смотрите. Когда мы с вами поменяли передние амортизаторы. Видите, как они выглядят. Вот они там находятся. А это с другой стороны. С левой и правой стороны. Задние амортизаторы. Вот они новенькие стоят. А рисорить. Да. Вот. А сейчас будем менять баллоны задние. Один, второй. Будем менять суппорты, которые закисают. Ну, эксплуатация есть эксплуатация. Их уже бесполезно. Перебирать надо заменять. После прокачиваем тормозную систему, чтобы все работало как надо. Сливаем масло с мостов. То есть идет полное ТО на 240 тысяч километров. Заливаем новенькое. Вот он какой новенький задний пневмобаллон. А это другой. С другой стороны. Пневмобаллончик. Поставили новые суппорта. Да. Вот так они выглядят. Это с правой стороны блестить. Да. Смотришь на машинку, любуешься. Все поменено. Все новое. И теперь еще 10 лет будем так же ездить и радоваться. Машина 2004 года. Я ее приобрел в 2007. Проездил 10 лет. И вот решил заменить. Думаю, что на 10 лет мне хватит. Снизу все нормально. Кардан прошпринцевали. Масло в редукторе заменили. В раздатке заменили. Новые пневмобаллончики стоят у нас. Так что машина, ходовая машина обновлена. И готова к дальнейшей эксплуатации. Вот мой агрегат обновленный. Заменили стойки, пневмобаллоны, амортизаторы. Ну вот так он выглядит. Как включишь, как вскочит. И погнал. Отлично отрабатывает теперь. Рытвины, метвины, раскачку и прочее. Прочие, прочие вещи. Делаем подарок. Бац! Бац! Мац! Все подписано. Спасибо вам большое. Доброго вам здоровья. Я думала, вы меня обманули. Орую, видите? Опа! Пашенька завелась. И вперед!